И всем привет ребят, с вами Строманки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен итогам вызова принят на Кризис XT, который у нас произошел уже сегодня. Сегодня у нас стартовал новый вызов принят. Для начала поговорим о том, чем закончился предыдущий вызов принят и после чего уже перейдем к обсуждению нового вызова принят. Это был самый безумный вызов принят за всю историю, который только мог быть, ведь в нем было потрачено в сумме на первые два места более 215 тысяч звезд. Такого еще вызов принят не видел. Для меня лично, ну наверное уже само начало, когда я видел, что Серега Бриллиант и Туза втушили уже более сотки с начала ивента там, ну наверное дня 3-4 прошло. Да, я уже понял для себя, что это уже что-то безумное и в этом вызове принят будут рекордные цифры, да. Ну и по итогу все заканчивается с итоговыми 115 тысячами и 101 с копейками тысячу у второго места. Я думаю, что наверное в ближайшее время, а может быть и вообще вовсе таких больше безумных цифр в вызове принятом не будет. Если даже учитывать тот факт, что были скидки у нас на звезды и то, что игроки половину свою, даже большую половину приобрели именно на них, все равно это очень безумно большие цифры. При том, что скидки были 30% и за них купили ну тысяч 50-60 звезд, да, все остальное докупалось, ну наверное Туз купил кстати больше на скидках, Серега Бриллиант купил меньше, но по итогу мы видим вот такие вот безумные цифры. И я честно, ну наверное не так жестко воспринимаю это все дело, потому что знаю кто эти игроки, да, и на что они способны, да, но в целом это конечно выглядит безумно жестко. Безумно большие цифры и это здоровая такая котлета, да, которая была вкинута ради текстуры, ради картинки, которая не дает никакого дополнительного преимущества. Я на протяжении уже долгого периода времени говорил, что в нашей игре таких игроков много, да, и как вы видите это уже как говорится у нас какой, наверное, десятый может кризис XT, который разыгрывается в подобных ивентах. И в каждом ивенте у нас хорошие цифры по звездам набираются, а чтобы набрать такие безумные цифры, понятное дело, что все это покупается за танкоины и вкладываются очень большие средства, да, и на протяжении уже получается полугода, как стартовал этот вызов принят плюс-минус, да, каждый вызов принят актуален и каждый вызов принят собирает такие вот жесткие цифры. С точки зрения ивента для разработчиков это очень актуальная и легкая формилка, да, ну а донатеры как раз таки, вот такие вот безумные просто донатеры, в этих ивентах устраивают свою борьбу и делают нереально рекордные цифры. Для меня, конечно, это до сих пор остается какой-то такой шоковой вещью, но вы сами все видите, 115 тысяч именно столько потратил игрок с ником Бриллиант, чтобы забрать кризиса XT. Безумно жестко, безумно жестко. Ну а мы, подведя эти итоги, посмотрим на новый вызов принят и посмотрим, что же нам разработчики преподнесли в нем, ведь сегодня у нас уже 1 февраля и в новом вызове принят. У нас есть Hyperion XT, у нас есть NanoTag, это гром с лечением, если вдруг не видно Hyperion XT, вот он. Ну и я, наконец-таки, немножечко рад, рад тому, что начинают добавлять новые устройства, ведь если у нас по дефу будут здесь добавляться те предметы, которые и так есть у большого количества игроков, то это будет скучно и неинтересно. А здесь уже даже за такой гром будет актуальность и будет интерес у игроков бороться за него, чтобы получить его на свои аккаунты. Возможно, даже у меня будет мотивация и желание зайти в топ-10 и получить на своем основном аккаунте грома с лечением. Если бы, конечно, его бы еще доработали бы и сделали так, чтобы у него наводился урон на своих тиммейтов, то это было бы вообще супер бомбически. Но, в любом случае, новые предметы в вызове принят, это то, что я жду и то, что я ждал в целом. Также я до сих пор жду, что у нас появятся дополнительные предметы за топ-20, топ-30, топ-40 и так каждую десятку, потому что у нас все остается на этих четырех позициях, а именно топ-1, топ-10, топ-100 и топ-1000. Ну и понятное дело, что я надеюсь на то, что у нас начнут добавляться еще интересные, замечательные предметы, но уже сейчас это выглядит довольно неплохо, ведь за топ-10 можно получить то устройство, которое было лишь у тех игроков, которые могли его получить из как раз таки аркады. Да, то есть нужно было, чтобы сошлись все звезды и вам выпала именно та фракция, которая получила этот замечательный гром. Но таких, я думаю, что игроков было не супер большое количество, поэтому здесь в вызове принят этот гром выглядит куда кстати. И я думаю, что за него тоже будет своего рода борьба. Понятное дело, что это не гиперскоростной гром, который был мега актуален в свое время и за него в вызове принят боролись прям очень и очень плотные игроки. Но все равно этот гром может быть актуален, может быть интересен в рамках нашего матчмейкинга и я думаю, что за него тоже мы здесь увидим хорошие цифры. Что касаемо гипериона, понятное дело, что после кризиса XT наверное ажиотажа такого прям лютого не будет, а может быть тот же бриллиант подумает, а почему бы и нет, почему бы не забрать два дрона подряд и втушит еще нехилую жесткую котлетку, чтобы забрать как раз таки второй уникальный дрон. Но это я так, чисто уже, как говорится, немножечко мечтаю. Ну а так, конечно, это очень и очень жестко. Поздравляю серого. Если ты сможешь видос, я думаю, что ты смотришь. Поздравляю тебя с этим замечательным кризисом. Я думаю, что ты явно этого давно хотел получить. Ну а Тузик, конечно, чуточку остался без награды. Конечно, за такие безумно большие цифры, за 101 тысячу остаться без главного приза, это, наверное, довольно тилтовое состояние. И, наверное, не то, чего хотел получить этот замечательный игрок. Пишите вы, что думаете по поводу всей этой ситуации. Пишите, что вы думаете по поводу таких безумных вложений. Также напишите, что вы думаете по поводу грамма с нанотеком в уже новом вызове принят. Поддерживайте обязательно данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч тонкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Для этого вам нужно зайти в настройках, в аккаунтик, поставить мой личный тег создателя контента, тег темп, вот здесь вот так вот устанавливаете. Ну и переходите в описание, заполняйте форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.